В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. В начале коротко о главном. Больше не заливают. Служба судебных приставов закрыла в республике более 60 заправок. Наша сила в сплоченности. В преддверии Дня Единства народов Дагестана Дом дружбы в Махачкале организовал праздничные мероприятия. Турнир с богатой историей. В Каспийске стартовали 22-е международные соревнования по боксу памяти Магомед Саламова Маханова. Более 60 заправок закрыли в Дагестане. Об этом сообщает Управление службы судебных приставов республики. С начала этого года специалистами было проверено более 600 АЗС, на которых выявили порядка 4000 нарушений. Самые частые из них – это несанкционированный монтаж дополнительных емкостей, отсутствие обязательной аттестации работников и нарушение сроков экспертизы на безопасность. А в селе Новокоребово Юртовского района обнаружен очаг в 200 гектаров опасного вредоносного карантинного растения амброзии полонолистной. Оно является мощным аллергеном, а его распространение может с легкостью усилиться из-за порыва ветра. Амброзия также является очень опасной для здоровья человека. Ее пульца во время святения проявляется в тяжелой форме бронхиальной астмы, тяжелой форме мигрени, крапивницы, котека, квинки. И мы видим, что очаг расположен вблизи растительной системы, что способствует большему распространению этого растения при помощи поливной воды. Если семена попадаются в растительную систему, она распространяет ее на огромные территории, что недопустимо. Одно такое растение может давать от 25 до 100 тысяч семян. Его произрастание категорически недопустимо в черте населенных пунктов, особенно у больниц, школ и детских садов. Жалобы людей услышаны. Около 600 метров водопроводной линии заменили на улице Даганово в Махачкаре. Старые сети были изношены и приводили к частым утечкам воды на проезжую часть. На дороге появились ямы, лужи, что создавало массу неудобств местным жителям. Эти линии были бесхозные, так как в то время жители сами своими силами проложили их, эти все три водопровода низкого качества. По их обращениям в администрацию города, в Махачкар-Водоканал было принято решение заменить его. Их заменить, убрать, если старые, и проложить новый водопровод диаметром 160. Все проблемы сняты 100%, никаких проблем в дальнейшем с утечками и так далее по этой улице не будет. После замены коммуникации было восстановлено и асфальтобетонное покрытие. Понимая этого, новая водопроводная линия подключена и к мечети, которая находится в конце линии. 15 сентября Республика отмечает День единства народов Дагестана. В преддверии одного из самых молодых и важных праздников Дом дружбы организовал в Махачкаре праздничные мероприятия. Национальная кухня и музыка нашли отклик не только среди дагестанцев, но и гостей Республики. Побывали на праздники и наши корреспонденты. На площадке Дома дружбы в Махачкаре весело и шумно. Жители и гости Республики танцуют под национальные мотивы. Особенно по душе им приходится песня «Дагестан» и гимн Акушинского района. Их исполняет народный мужской ухор «Карабудахкент» и вокальная группа «Акуша». Людмила Воробьева приехала в нашу республику из Тамбовской области не так давно. Гостя уже посетила Сулакский каньон, побывала в Дагестанском музее изобразительных искусств имени Патимат Гамзатовой и планирует съездить в Буйнакский район на свадьбу своих друзей. А пока она на праздновании Дня единства народов Дагестана, от которого, как признается, в восторге. В общем, у нас энергии очень много. Мы еще здесь долго будем. Постараемся увидеть все и познакомимся еще с вашей культурой. В честь праздника у Дома дружбы развернуты подворья Акушинского и Карабудахкентского районов. Участников торжественного мероприятия интересует буквально все. Коллектив из Акушинского района представил свои национальные блюда, предметы одежды, среди которых бурки и папахи, гапшиминскую вышивку, серебряные изделия и болхарскую керамику. Это у нас называют серхинке, ну, когда провожают солдата в армию, или там девочку замуж выдают, а то, что они долго не портятся и хранятся долго, их все делали. Чудо с картошкой, чудо с зеленью, вот чудо с творогом. А это уже на финиш оставили, самый знаменитый – это буза. Буза, это Акушинский буза, ее приготовила наша многоуважаемая Индида. Не менее интересна и в подворье Карабудахкентского района. Здесь представлены платки и так называемые губденские мочеи. Это обувь, внешне напоминающая чешки, только с вышивкой. Из блюд сладкая тыква, курзе и чуду с различными начинками, слоеные и кукурузные хинкали. Но особое внимание привлекает суп из проросшей пшеницы, или, как его называют в народе, кеала нерк. Его варят около трех часов, потом добавляют сушеную курагу, еще час варят. И его делают особо по праздникам, на свадьбе, когда рождается ребенок, вот бывает его. Ну, особое блюдо только у губденцев. Организаторы обещают, что мероприятия с участием национальных подворьей будут проводиться в республике на регулярной основе. Ведь они в первую очередь направлены на популяризацию и сохранение культуры и традиций народов Дагестана. Это то, к чему нужно бережно относиться и передавать. Из поколения в поколение. Салия Магомедова, Тамара Самедова, Шамиль Хирия Сулаев. Новости ННТ. Махачкала. Автомобиль «Лада Гранта» и множество других призов. Конкурс по книге «Благонравие праведников» стартовал среди жителей и выходцев Чародинского района. Открытие состоялось в джума мечети Махачкалы. Всего в конкурсе принимают участие около 2000 человек со всей России. Он будет проходить в три этапа. Первый этап прошел в городах и районах не только республики, но и страны в целом. Общий призовой фонд составляет более полутора миллиона рублей. Помимо денежных призов, участники получат три путевки на Малый Хадж Умра. Сейчас откроются конкурсы по книге «Благонравие праведников». Там появляется шеф «Благонравие». И очень много пользы мы такими получили. И продолжаем получать. И отхернуть, что вот Чародинский ставится инициативно вот такой конкурс. И еще вайдер будет примером для других тоже. Первый шаг к этому «Жить, как учит нас религия» сделали каждый из вас, прочитавший эту книгу. И которые взяли себе целью облагораживать свои нравы. Потому что это суть пророчества была именно в этом. Пророк, алейс-саляту ассалям, сказал «Я послан лишь для того, чтобы облагораживать нравы человеческие». Я думаю, что здесь не главная, наверное, победа, а здесь главное участие. Поэтому надеюсь, что для меня польза и для всех остальных тоже польза будет от этого. Я уверен 100%, что от этого будет большая польза не только для меня, а для моей семьи и для всех сограждан нашей республики. Финал конкурса состоится 27 сентября в столице республики. А вот торжественное подведение итогов запланировано на 30 сентября. Оно пройдет в селе Сулда Чародинского района. Организатором образовательного мероприятия является Муфтият Дагестана. Турнир с богатой историей. В Каспийске стартовали 22-е международные соревнования по боксу памяти Магомед Салама Умаханова. В течение пяти дней на ринг во дворце спорта имени Али Алиева выйдут спортсмены из 12 стран. Тему продолжит Курбан Рагимов. Работа на контратаках и четкое следование своему плану. Вот что привело к успеху в стартовом поединке Мадьяра Даньярова. Боксер из Узбекистана встречался с хозяином ринга из Махачкалы. Этот трехраундовый поединок открывал международный турнир в Каспийске. Чтобы завоевать золото, Даньярову надо одержать еще три победы. Бой был хороший. Поговорка тоже была хорошая. Я соперника впервые боксирую. Этот турнир я знал, но впервые участвую. В Дагестане впервые. Это была, так сказать, моя мечта. Вообще, вот этот турнир, после него ты куда-то еще готовишься или ты именно сюда подходил? После этого я в чемпионат Азии среди до 22 лет. Умахановский турнир имеет богатую историю. В разные годы здесь дорогу в большой спорт начинали многие олимпийцы и чемпионы мира. В этом году на ринг выйдут представители 12 стран. Среди них боксеры из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана, а также африканских государств. Сборная Дагестана представлена отдельным составом. В команду вошли 33 спортсмена. При этом некоторые лидеры нашей дружины находятся на сборах национальной команды и претендуют на поездку на оперенство Европы. Этот турнир очень значим для всей республики, для нашего, для дагестанского бокса, так как это наши ребята, призеры России, кто выигрывает на этом турнире международном, выполняют нормативы мастера спорта международного класса. Этот турнир проходит с 96-го года, он на первый турнир был, и я там тоже участвовал и победил. Здесь боксировали все наши именитые боксеры, и Тимур Гайдарбек, и Гайдарбек, и Олимпийский чемпион, выступали. Это является, да и все, все, вот кто кого знает, все наши дагестанские боксеры участвовали на этом турнире. Это являлся трамплином для дальнейшего развития, для дальнейших результатов наших боксеров, которые действительно и показали результат. И по праву мы считаемся лидирующими республикой, и этот турнир один из таких трамплинов является. Об истории и значимости турнира также говорили на официальном открытии. Здесь с приветствием выступали представители Минспорта, Федерации бокса России, а также родственники семьи Умахановых. Турнир продлится еще четыре дня. Финальные поединки пройдут 16 сентября. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск. Молодежь из Бирбаша еженедельно собирается на утреннюю зарядку. Спортивные мероприятия проходят у побережья Каспийского моря с привлечением именитых спортсменов. На этот раз молодежью занимался Муслим Алаудинов, главный тренер клуба «Горец». После разминки ребята соревновались в перетягивании каната, а также сыграли в волейбол. Ну что, готовь? Раз, два, пять. Цель утренной зарядки – приведить любовь к здоровому образу жизни, чтобы наши дети между собой были дружными, была, чтобы одна целая семья. Встреча, по традиции, завершилась с ценным наставлением от сотрудника отдела просвещения Муфтията Республики и совместным завтраком. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Продолжение следует...